Приветствую вас! Во-первых, хочется сразу сказать вам следующее. Принимать помощь от мужчин, трудность принятия помощи от мужчин, и ощущение себя женщиной, видение себя женщиной. Вещи несколько разные. Понимаете? То, что вы были мягкой, и мужчины вас не уважали, а когда вы возвысились, ваши братья холодно отвечают на ваши просьбы о помощи. Вещи, надо сказать, разные тоже. Ну, потому что это все разные истории, это все разные аспекты, это все разные элементы взаимодействия с людьми. Понимаете? То есть, например, то, что вы, грубо говоря, не можете принимать помощь от мужчин, свидетельствует лишь только о том, что сами мужчины, сами мужчины, вами восприниматься как люди не могут. То есть, вы видите именно мужчин, представителей своего пола, а не людей. И весь вопрос в том, почему. Не умеете, не понимаете, или чего-то хотите. Это первое. Второе. Нужно уметь быть слабой. То есть, уметь четко разделять, когда и с чем, например, я справлюсь сама, а когда и с чем, я не справлюсь, и мне может потребоваться помощь, например. Например. Вот. Это разные вещи, опять же. То есть, вы, как мне показалось, вот именно как мне показалось, вы видите мир, вот, ну, именно в этом контексте, либо в черном, либо в белом. То есть, либо вы сильные и сильные во всем, либо вы слабые и слабые во всем. Но мир состоит из полимеров. И поэтому, и именно поэтому, точнее, именно поэтому, нужно четко разграничивать, где и когда и с кем вы будете слабы. И как. Где, когда и как вы будете слабы. И с кем. Дальше. То есть, у вас была лидером мама, формально. Формально. Вот. И неформально. Это, в общем и целом, частое явление. То есть, у нас вот, ну, если вы живете в России, да, то в российских семьях, как правило, многие, ну, многие семьи живут именно по принципу лидерства. То есть, лидер там либо мужчина, либо женщина. Равных отношений практически нигде нет. И когда мы, например, работаем с мужчинами, то нам нужно именно мужчин учить быть слабыми. Иногда нужно женщин учить быть сильными где-то. А вам, будучи, будучи женщиной, нужно учиться быть слабой. И в слабости не видеть ничего плохого. То есть, основная проблема это заключается в том, что вы стыдите своей слабости. Стыдитесь того, что, ну, в чем-то вы можете быть слабой. К примеру. В чем-то, в чем-то вы можете быть, там, не самостоятельный. Не самостоятельный, например. Вот. Хотя в этом ничего плохого, ничего аномального нет. И быть не может. В принципе. Вот. Дальше. По поводу женщин. По поводу женской модели поведения. Здесь история совсем, скажем так, ну, другая. Здесь история совсем, скажем так, иная. Почему? Потому что, женщины, вы можете и должны чувствовать себя всегда и везде. А не только, там, в определенных ситуациях. То есть, женское поведение, женская модель поведения, это не отношение людей, мужчин к вам. А женская модель поведения, это, это, то, как чувствуете себя вы. Это то, как вы себя воспринимаете. Это то, как вы себя ведете. Это то, чему вы следуете в своем поведении, допустим. Допустим. Поэтому, можно говорить о том, что вам необходимо именно, именно подкорректировать свою женскую модель поведения. И, исходя из того образа, того идеала, который вам, грубо говоря, по душе. Вот. И это будет для вас самым лучшим выходом из ситуации. То есть, понятно, что мама образ дала такой себе. Понятно, что, значит, папа хотел, чтобы женщина была сильной, судя по всему. Ну, потому что вы выросли сильной, и папа хотел, чтобы вы были сильной, видимо. Вот. И вам эту, вот эту вот модель нужно менять. То есть, где что пришло от папы, где что пришло от мамы, где какая модель, где какие запреты, где какие прописания, где какие правила. Вот. Все это желательно корректировать. Все это желательно приводить в норму. А вам для себя, помимо освобождения от родительских прописаний, да. То есть, вам, помимо, например, открытия в себе новых чувств и новых возможностей. И помимо работы на когнитивном уровне, да. То есть, ну, просто на познавательном уровне, да. Помимо этого, вам необходимо еще и, значит, для себя смотреть и выбирать новые ориентиры. То есть, это вот именно ориентиры ваши, ваши ориентиры, которые, которым вы, значит, будете следовать. Это ваши ориентиры, которым вы будете, которым вы будете двигаться и так далее. Вот. Понимаете? И, соответственно, исходя из этого, уже и выстраивать свою модель поведения. Вот. Свою модель взаимодействия. В том числе и с реальным миром. В том числе и с людьми. Да. Вот. Вот примерно так можно вам ответить. То есть, вы хотите чувствовать себя женщиной и хотите чувствовать себя слабо. Это нормально. Но этого хочет любой человек. Этого хотите не только вы. Понимаете? Вот. И то, что вам трудно принимать помощь от мужчин. Это потому, что вы себе запрещаете быть слабой с мужчинами. Потому, что вы вообще запрещаете себя быть слабой. А то, что вы не чувствуете себя женщиной, это связано, опять же, с родительскими запретами. Да? Вот. Поэтому я вот, собственно, ну, предлагаю вам, да, я предлагаю вам на эту ситуацию вот посмотреть, да, именно, именно, с той точки зрения, да, с той позиции, я предлагаю вам посмотреть. Ага, значит, значит, эээ, что, ну, вот, куда вы стремитесь? Вот вы говорите, я мечтаю, да, о, там, ну, другом. Да, я мечтаю, там, соответственно, о других отношениях, я мечтаю о, там, другой позиции, допустим. Хорошо. Если вы мечтаете о другой позиции, то с чем связаны ваши мечты, грубо говоря? С чем связаны ваши мечты? Чего вы хотите? О чем вы мечтаете конкретно? И вот за это, за то, о чем вы мечтаете, вам и желательно бы взять именно, эээ, за себя ответственность, ответственность. Понимаете? Ну, вот. Вот, я думаю, что, эээ, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, если у вас остались, эээ, дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.